подвал сайтов деви page builder меня зовут федор васильев и подробности в этом видео прошлом видео я показал как производить импорт и экспорт отдельных блоков на сайте в деве а также полностью макет страницы мы добрались с вами до нижней части сайта по нашему дыма сайту нижняя часть у нас подвал сейчас я покажу как работать изменить подвал тот который идет у нас от шаблона деви то есть в данном случае нижняя часть такая серая плашка где вы видите некий текст от 9 и социальной кнопки то есть вы можете сохранить этот подвал для своего сайта если вам нравится заменить свои социальные кнопки например то есть это социальный профиль там где вы есть или кастомный подвал как в моем другом демо примере вот такой вот высокий подвал где я использую свой логотип социальные кнопки копирайты и лид форму соответственно лид форму мы рассмотрим в следующем видео и вот такой кастомный подвал как правило обычно он на всех страницах идет один и тот же сначала посмотрим как отредактировать тот подвал который у нас имеется а в данном случае у нас где поменять ссылки и где поменять социальные кнопки то есть и либо их вообще мы отключаем либо в любом случае надо туда разместить свои ссылки facebook twitter и так далее переходим в админку нашего сайта переходим 9 и переходим здесь настройки темы и в первые у нас вот здесь вот главные настройки общие чуть ниже есть показать facebook иконку соответственно вы решаете какие иконки вы показываете например ленту новостей и google плюс сейчас у нас google плюс уже нет twitter тоже не у всех есть есть facebook например есть instagram если такие кнопки то вот показать и раз я выключаю показать а google плюс отключает twitter отключаю например оставляем так ниже смотрим поля вот facebook поле вот instagram поле здесь просто удаляете решетку и ставите ссылку например на свой facebook профиль изменение внесли нажимаете сохранить сразу хочу сказать русских социальных сетей нету нету вконтакте и нету одноклассники это конечно большой минус вот я обновляю страницу смотрите я оставил только facebook и instagram то есть если вам достаточно эти кнопок можете их использовать напомню вам по поводу социальных элементов у elegant тем ну то есть от разработчиков вот 9 здесь есть некий монарх плагин это платный плагин здесь даже видно крутых социальных кнопок я честно говоря самого еще не щупал не смотрел из демо примера вот я вижу что вконтакте здесь есть не знаю если одноклассники в любом случае вы видите здесь на демо какие вариации всевозможные то есть очень гибко можно настроить то есть они вывели отдельным плагином социальные элементы при покупке зеви у нас этот монарх он идет в комплекте теперь копирайты вот этот текст заменить на свой переходим настройки настройщик темы здесь у нас открываются именно настройки темы в следующих уроках мы будем более детальных рассматривать здесь мы с вами переходим в футер дальше мы переходим нижний бар и вот где изменить авторство пишите здесь все что угодно когда вы только здесь что-то напишите нижний вот это изменится то есть она исчезнет и покажется вас футер я написал школа федора васильева или у вас просто есть отключить указание авторство футере если поставим птичку опубликуем обновим сайт видим что у нас там вообще все исчезает можно так оставить или же написать свой текст опубликовать обновимся вот вы видите внизу у меня подставляются мои слова думаю здесь с обычным подвалом мы разобрались давайте поговорим про кастомный подвал так как чтобы мы могли оформить так как нам это нужно по нашему демо примеру давайте посмотрим как это сделать и в этом уроке мы будем знакомиться с мощным изменением деви который пришел с версии 40 это у нас тем билдер переходим здесь на самом деле здесь мы будем касаться еще в нескольких уроках об этом потому что здесь много о чем можем рассказать здесь произвольный дизайн а всего сайта как шапки так и футера так и контентной части то есть можно оформить и динамические страницы это блок теперь в деве это можно сделать и именно в этом уроке мы поговорим про подвал сайта то есть смотрите переходя на эту страницу мы видим вот такую картину и три вот таких вот позиции добавить глобальный нижний колон титул добавить глобальное тело но это контентная часть то есть это середина сайта добавить глобальный заголовок это у нас шапка так как мы разговариваем сегодня про подвал значит будем смотреть вот на нижнюю часть здесь есть такой глазик то есть позже мы более детально я расскажу какие тут кнопочки есть кликаю прямо сюда мышкой и выбираю построить глобальный нижний колон титул или добавить из библиотеки то есть готовы выбрать подвал я выбираю построить глобальный выбираем как обычно здесь всплывает нас ряд я выбираю наверное один ряд дальше сразу спрашивает какой плагин если посмотрим в демо пример у меня здесь идет мой логотип потом идут социальные кнопки логотип это плагин изображение я выбираю изображение и загружаю свой логотип с компьютера так выбираю свой логотип загрузил вставить изображение далее сразу перехожу в дизайн выравнивание по центру нажимаю галочку изначально это пока смотрится так но дальше вы все поймете как это будет нормально отображаться именно в нижней части сайт то есть вы должны понимать кастомный подвал это ваш произвольный подвал вы можете туда разместить все что угодно разбить на колонки и так далее дальше идут социальные сети но это встроенный плагин деви опять же у его недостаток он не имеет русских социальных сетей сразу вас предупреждаю нету не вконтакте ни одноклассников просто нажимаю по плюсу по коричневому плюсу и прям сюда либо можно сюда к нему добавить либо добавить еще одну еще один ряд выбираем вот он верхний плагин вот такие сразу две кнопочки facebook и twitter в данном случае я использую facebook instagram и канал на youtube соответственно facebook twitter я меняю захожу в настройки здесь вы видите вот такой спектр skype даже есть но нету к сожалению вконтакте так я выбираю instagram добавляю вот так вы добавляете еще одну кнопку да и выбираю youtube дальше я перехожу свои иконки включаю если хотите вот такую кнопку подписаться сделать то делаем такую кнопку дальше здесь можно перейти в дизайн цвет иконки то есть это сама иконка я выбираю белая иконка чтобы хорошо было видно иконка на заливках вот этих кнопок если хотите увеличить кнопки вот здесь переключаем и пользовательский размер кнопок делаете дальше выравнивание я делаю по центру дальше кнопка подписки если нужно сделать дизайн это именно текст на подложке вот это подписаться цвет меняем здесь у меня там цвет белый дальше кнопка background вот я делаю фиолетовый то есть так же как у меня в демо примере дальше у меня слишком тонкие буковки вот ниже есть кнопка подписки мягкий свет здесь можно сделать полужирный немножко более жирные буквы добавить тень прям под кнопками если надо на самом деле интересные тени тут я не вижу вот тут можно ниже управлять тенью так надо сделать именно вот такую вот легкую тень вот это мне прям нравится самое главное не показал настроили уже дизайн переходим сюда контент здесь надо зайти будет в каждую кнопку например фейсбук ссылка видите ссылки не указаны то есть если подписаться на youtube значит ссылку на свой канал youtube здесь просто проставляем и не забудьте пройти в инстаграм и также в ссылку здесь добавить ссылку на профиль инстаграм и то же самое с фейсбуком ну думаю социальными кнопками закончили здесь нажимаем галочку дальше идет какой-то текст текст копирайта я просто добавляю обычный текст размещая его здесь сразу перехожу в дизайн текст делаю например пожирнее делаю по центру тут у меня текст белый так как у нас подвал как правило обычно темный поэтому я текст делаю белый на галочку захожу захожу в синюю секцию фон и делаю какой-то темный подвал да ну тогда логотип здесь не видно нужно логотип более светлый делать оставлю такой фон так логотип заменил на более светлый дальше у меня здесь остается лид форма но на самом деле в подвале может разместить все что угодно лид формы достаточно большая тема тоже посвятим отдельный урок этому плагину на этом здесь строить подвал мы с вами наверно закончим сразу посмотрим как это смотрится принципе это нормально смотрится на разных устройствах допустим нас все сами готовы нажимаем сохранить сейчас посмотрим что мы еще можем сделать мы с вами сохранили но чтобы вы знали если вы сейчас пойдете на сайт обновите страницу мы с вами не увидим подвал потому что нужно нажать еще кнопку сохранить я считаю это немножко недоработки разработчиков нужно сохранить вот понажайте этой кнопки чтобы уже применялись в силу все наши изменения да в данном случае когда мы сами здесь сохранились мы с вами нажимаем вот здесь вот крестик после этого мы видим что у нас здесь произошло смотрите у нас тут подсвечивается зеленым глобальные нижние колон титул да надо нажать вот на эту кнопку еще сохранить изменения и только после этого мы можем пройти на сайт и что-то посмотреть например вот наш подвал в принципе есть то есть он автоматически сейчас проставляется к странице главное пока мы не внесли каких-то еще изменений например если мы с вами пойдем у нас тут пока непонятно что с меню две главное позже разберемся например есть пример страницы посмотрите видите подвал назначается ко всем страницам без рубрики перейдем видите подвал здесь тоже имеется то есть это так называемый сквозной подвал а что если у вас на разных страницах подразумевается разный подвал разного дизайна здесь теперь это возможно здесь есть такие точки до редактировать то есть вернуться в режим редактирования удалить копии и скрыть на переднем конце ну перевод абсолютно ужасно здесь непонятно что это за скрыть тоже есть такой карандашик это если мы хотим вернуться в редактирование подвала также временно смотрите можем скрыть сохранить обновляюсь вы видите подвала нет нигде вообще подвал никакого нет то нам нужно разобраться все-таки с меню так как здесь вроде какое-никакое меню есть но по факту если зайдем в меню здесь меню нет настройщик тем здесь тоже есть меню у нас сами здесь видите создать новое меню тоже по факту меню нет и здесь вот есть такие вот настройки основное меню не выбрана ничего не выбрана меню второго уровня меню футер то есть меню как правило нету поэтому надо хоть какое-то меню сделать несмотря на то что здесь какие-то страницы отображаются то есть я перехожу внешний вид меню называю меню 1 создать меню и например главное и пример страницы добавляю в меню сохранить меню далее я перехожу сюда в настройки шаблона меню посмотреть все меню основное меню вот она моя меню которая только что собрал пускай будет основное меню как только я здесь это выбираю сразу вы видите здесь меняется у нас главный пример страницы то есть оставим пока вот такие две страницы здесь опубликовать так еще раз смотрите здесь я нажимаю плюс и здесь нужно определиться подвал на какие будут страницах отображаться то есть если я хочу разный подвал отображать тогда я здесь выбираю вот у меня страница у меня две страницы могу отметить и записи какие-то рубрики и так далее я выбираю отображать на странице конкретные страницы и отображать новый подвал другой подвал для второй страницы это пример страницы выбираю сохранить шаблон если у нас это глобальный сейчас шаблон мы сохранимся ничего не изменится один и тот же подвал будет а для всех страниц здесь нужно перейти вот по этим точкам и отключить глобальность таким образом видите серым цветом покрашивается наш подвал теперь вот этот подвал мы можем менять менять цвет менять вообще полностью его от чтобы он отличался от глобального и этот подвал пока что вот сюда если шестеренку перейдем здесь можете дополнить потом для каких страниц это работает только для примера страниц для второй страницы также есть еще здесь кнопка исключения исключать этот подвал на каких-то страницах элементах и так далее и чтобы нам отличие посмотреть здесь мы сохранимся перейдем в карандашик и уже этот подвал изменим хотя бы изменим ему цвет заливку вот например возьму оранжевый сохранимся смотрим главную страницу у нас тот же подвал смотрим пример страницы вот видите подвал отличается это говорит о том что вы можете абсолютно разный подвал делать на разных страницах соответственно если как правило подвал у нас с вами всегда один для всех страниц поэтому можете даже здесь не заморачиваться оставить глобальный подвал но это я вам просто показываю чтобы вы знали как этим пользоваться также здесь есть и кнопка дублирования и корзинку удалить и здесь есть экспорт знакомая уже для вас опция есть вот так вот перемещать я вам покажу структуру на другом самом сайте витя можно сделать неограниченное количество разных страниц для разных нужд я в следующих уроках затрону как это реализовать и какие страницы вам могут понадобиться например вам надо сделать вообще простецкий такой подвал видите только копирайт и такая черная подложка то есть вот я его сделал что просто вам уже так сказать закрепить информацию что это можно сделать действительно для разных страниц сохранимся еще раз вам покажу главное смотрите подвал тот который был перехожу пример страницы вот абсолютно другой подвал то же самое здесь в следующих уроках я покажу контентная часть может быть своя и шапка сайта соответственно шапка сайта это замена полностью верхней плашки где у нас логотип меню и поиск полностью заменить на свое если вас плагин девиза интересовал вы можете приобрести его по ссылке в описании к этому видео покупая деви page builder таким образом вы поддерживаете меня на этом видео заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео а